Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Список должностников города Карс на стене армянского здания. В селе Дамала Джавахка открылась инженерная лаборатория Армад. Армянская делегация во главе с министром обороны Армении Давидом Тунаяном посетила Арца. Встреча президента Франции с делегацией демократических сил Сирии вызвала гнев Анкары. Районы Алеппо и Латакии подверглись обстрелу. Улица имени армянского архитектора Мартироса Алтыняна была переименована в эфире. Сегодня Международный день матери земли. На стене армянского здания в муниципалитете Карса Западной Армении был повешен список долгов муниципалитета. Муниципалитет имеет долг в 338 миллионов 380 тысяч лир. Сопредседатели муниципалитета Шевин Алакан и Айхан Билген представили текущее положение муниципалитета, предоставили информацию о долгах, оборудовании и персонале муниципалитета жителям Карса. По мнению общественности, нынешняя ситуация в муниципалитете Карса выглядит следующим образом. Общая задолженность 338 миллионов 380 тысяч лир. Всего автомобилей 102. Неработающие машины 39. Транспортное средство под арестом 7. Количество сотрудников 197. Штатных сотрудников компании 650. 20 апреля в армянно-населенном селе Дамала Аспинского муниципалитета состоялось открытие 3-й в Джавахке инженерной лаборатории Армат. Открытие инженерной лаборатории стало возможно при финансировании фонда поддержка Джавахети. На открытии присутствовали посол Армении в Грузии Рубен Садоян, депутаты парламента Грузии Энзел Макуян, Самвел Манукян Гео Гогадзе, председатель попечительского совета фонда поддержка Джавахети Сос Саакян, исполнительный директор фонда Самвел Макуян, руководитель новейших инженерных технологий Садра Квартанян, представитель духовенства Самцхеджавахети и другие гости. Выступивший на открытии Сос Саакян поприветствовал всех гостей и поздравил жителей села с новой возможностью для образования детей. Отметим, что больше 265 инженерных лабораторий действуют в разных местах. Первый армат в Джавахе был открыт в июне прошлого года в Ахал-Келаке, вторым стала лаборатория в селе Эштиян. В селе Дамала открытая лаборатория стала по счету третья. Армянская делегация, в которую вошли Тона Ян, министр территориального управления и развития Армении Сурен Попекян, мэр Еревана Айк Марутян, главы сельских общин, представители Министерства обороны и ВС Армении, прибыла в Арцах 19 апреля в рамках программы по сотрудничеству в оборонной сфере. Для повышения эффективности взаимодействия и обмена опытом в области обороны и подготовки гражданской системы в армейском штабе 20 апреля состоялись учения сборы, говорится в сообщении. Позже армянская делегация посетила заглубленный пункт командования. Министр обороны Арцаха Карен Абрамян представил возможные действия противника и варианты максимально эффективного реагирования. Также делегация посетила одну из воинских частей, расположенных на северо-восточном направлении. В свою очередь пресс-секретарь оборонного ведомства Артжун Ованисян в своем аккаунте в Facebook написал, что визит символизирует переход на новый уровень сотрудничества между Арменией и Арцахом. Пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за встречу с делегацией так называемых сирийских демократических сил. Встреча Макрона с СДС прошла в пятницу. На ней по сообщению Парижа обсуждалась борьба против террористов из исламского государства. Турецкий источник ссылаясь на курдские источники упоминают, что Макрон поддержал СДС в борьбе с террористическими организациями в Сирии. Президент Франции придает большое значение стабильности в Сирии. Об этом на CN News заявил министр по европейским делам Франции Натали Лузо. Мы, конечно, все еще в Сирии. Франция является членом возглавляемой США коалиции, которая с 2014 года наносит воздушный удар по целям в Ираке и Сирии. Она также поставила оружие бойцам, борющимся за свержение правительства президента Башара Асада. Руководитель Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин в ходе брифинга сообщил о новых нарушениях режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований в Сирии. Согласно приведенным данным, за прошедшие сутки боевики открывали огонь по населенному пункту Рашидин провинции Алепа, окраине северо-западной части населенного пункта Калат-Марза провинции Латакия, окраине южной части населенного пункта Джурин. Напомним, ранее сообщалось, что в результате ракетных обстрелов террористических групп на улице Нил и в районе Аль-Халиди в Алеппо погибли шесть мирных жителей и еще семь получили ранения. Вчера одна из центральных улиц Байрутта была переименована именем армянского архитектора Мартироса Алтуняна. Мартиросу Алтуняну удалось создать бесценные и уникальные архитектурные памятники вдали от родины в диаспоре. Спроектировал в Антелиасе собор святого Григория Просветителя, часовню Репсиме в Иерусалиме, армянскую церковь в Багдаде, церковь Григория Просветителя и другие церкви, многочисленные общественные здания и частные дома в ливанской столице. Идея переименования одной из улиц Байрута принадлежит Петросу Топчану. Он давно изучает наследие архитектора, пытаясь спасти его от забвения. Ярким доказательством этого является переименование улицы. 22 апреля отмечается глобальный праздник Международный день Матери-Земли, проводимый под эгидой ООН, День нашего общего уютного дома. Праздник был установлен на 63-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в 2009 году и отмечается начиная с 2010 ежегодно 22 апреля. В Северном полушарии День Земли отмечается весной, а в Южном полушарии осенью. Основной целью этой всемирной акции является привлечение внимания общества и каждого человека планеты к проблемам Земли, к проблемам ее окружающей среды. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль Нубар Морал Шишо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западная армия». Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok